Добрый вечер, программа «Насправде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. Сегодня гость нашей студии, директор государственного предприятия «ФЭД» Александр Паченко. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. Новый директор. Приятно, конечно, что молодое поколение приходит к управлению такими известными предприятиями. Естественно, наши поздравления. Но, тем не менее, вы не то чтобы совсем новый человек на заводе, что, в общем-то, тоже достаточно хорошо и достаточно приятно, поскольку, насколько я понимаю, смена руководства на предприятии такого уровня, ну, это для коллектива как минимум такой, если не шок, то стресс. Как отреагировал коллектив, с чего хотелось бы нашу беседу начать, на ваше назначение, учитывая то, что вы все-таки были первым заместителем директора, человек знакомый вообще? Ну, с февраля месяца текущего года меня назначили первым заместителем. Потом, в последующем, я принял участие в открытом конкурсе замещения должности директора. Я так скажу, когда я пришел, конечно же, ну, коллектив это завод с давними традициями, он существует с 27-го года, и, в принципе, коллектив это как такой полноценный живой организм, автономный, который реагирует на все перемены очень настороженно. Тем более, я являюсь киевлянином, возраст, в принципе, достаточно, скажем так, я, ну, мне всего 31 год, а пришел я в 30 лет, и, конечно же, очень осторожно отнеслись. Но, тем не менее, сейчас, так как я вижу, так как есть настрой, так как мы работаем с председателем профсоюзного комитета нашего предприятия, он непосредственно это тот человек, который отвечает за тот фонд, который есть на предприятии, я так скажу, слава богу, положительно. Это в том числе и моя заслуга, и заслуга новой команды, которая сейчас работает на предприятии, и, в принципе, коллектив достаточно достойно оценивает нашу работу. Мы подняли уровень заработной платы дважды в этом году, и в начале следующего года планируем еще раз поднять. Конечно, мы понимаем, что этого недостаточно, и это не потолок, мы будем стремиться к большему. В принципе, слава богу, работаем, все в порядке. То, что назначен руководителем предприятия, профессиональный юрист, это свидетельство того, что большая часть вопросов, проблем, если можно употребить, предприятие касается, прежде всего, юридической, не промышленной, не производственной части, а юридической составляющей. Ну, я не совсем себя считаю профессиональным юристом. Действительно, мое первое образование, это юридическое, я закончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, кафедру хозяйственного права. Я, прежде всего, вырос в семье производственника. Мой дед производственник, мой отец производственник, что по матери, так в том числе. И, я так скажу, в принципе, я имею производственный опыт. Я работал на частном производственном предприятии, я работал на Днепропетровском южном машиностроительном заводе. Я возглавлял один из заводов, который ходил в объединение, завод ракетно-авиационных агрегатов. Я имею непосредственное отношение в организации производства авиационного агрегата, в том числе и ракетокосмической тематики, и общемашевской тематики. Поэтому для меня это не новое управление крупным машиностроительным предприятием. Поэтому я не могу сказать, что я пришел и чувствовал себя абсолютно комфортно и знал все о предприятии ФЭД. Но уже за то время, пока меня назначили директором, поверьте, я сходился на этом предприятии. Масштаб сам по себе предприятия, почти 90-летняя история, вот это никак не пугает, не сковывает, что называется. Я так скажу, безусловно. Я не могу сказать, что мне легко работать на этом предприятии. Это большой колоссальный труд. Тем более, я получил предприятие в достаточно сложный период, как для страны, так и для предприятия в целом. Мы производим продукцию в основном военного и двойного назначения. У нас серьезные ограничения и упал рынок сбыта, соответственно, с введением санкций по отношению к Российской Федерации. Но, тем не менее, мы сейчас переориентировались, мы работаем, мы пытаемся выходить на новые рынки, на новую продукцию, осовершенствуем систему качества и ведем, скажем так, серьезную реорганизацию предприятия и, в принципе, людям объясняем, что нужно идти в новую со временем. Мы уходим от старых традиций плановой экономики, мы переходим к правилам рыночной экономики. И, к сожалению, этот процесс, он до сих пор затянут до сегодняшнего дня, что, в принципе, позволило уже в этом году показать, видимо, результаты. Давайте о результатах чуть позже, с Вашего позволения. Вот по России, это вопрос, конечно, который одним из первых приходит в голову. Не секрет, что очень сильно были ориентированы многие предприятия Харьковской области, да и Украины вообще были ориентированы на российский рынок. В оборонной промышленности наверняка ситуация еще более ярко была в этом отношении выражена. Насколько серьезная потеря рынок именно российский? Я не говорю о политической составляющей, а вот о чистое экономической. Насколько, в принципе, вообще возможно вот тот объем заменить? Я так скажу, если мы возьмем 2013 год, когда был сбыт, более 60% общего объема реализации мы потеряли. Если мы возьмем 2013-2014 год, то экспортная составляющая, если мы не берем в учет, то есть дальнее зарубежье, не берем Российскую Федерацию, составляла 3-4-5% максимум. Сегодня мы уже вышли за границы 20%. Мы работаем с рынками Индии, Китая, стран Европейского Союза в том числе. И небольшой сбыт на Соединенные Штаты Америки у нас сейчас открылся. Подписали контракт и, в принципе, развиваем это направление. Действительно, возместить полностью объем не получилось. Но мы научились правильно экономить деньги на предприятии и восстановили правильную оборачиваемость средств. Ввиду этого мы, опять же повторюсь, подняли социальный уровень людей за счет поднятия заработной платы. Мы сократили серьезно расходную часть. Я так скажу, пока мы переориентируемся на новые рынки, мы научились экономить. И это дало, видимо, результат. Переориентироваться на новые рынки – это авиационные нормы, это авиационные правила. Это невозможно сделать за месяц и даже за год. Я так скажу, что в следующем году мы сделаем следующий шаг. Тем более у нас еще есть проблема в части импортозамещения продукции. Потому что очень много нашей техники, которую мы производим, комплектуются изделиями производства Российской Федерации. Сегодня мы тесно работаем с конструкторским бюро, с предприятиями-участниками концерна «Укробромпром». И в том числе еще ответная идет связь с предприятиями в части того, что те, кто занимается бронетанковой тематикой, у них та же проблема импортозамещения. И они дозагружают наши производственные мощности. Мы провели буквально позавчера уже с новым менеджментом предприятий «Укробромпрома». И получили серьезный портфель заказов, который будем развивать. В том числе, начиная от разработки до производства. Я, конечно, не большой специалист в международной экономике. Особенно в таком узкоспециализированном сегменте, как производство агрегатов для авиационной промышленности. Очень высокотехнологичное производство. Но, в принципе, я понимаю, что достаточно сложно войти на весьма заполненный конкурентами рынок. И, насколько я понимаю, это ведь, в принципе, не задача, а одиночная задача предприятия, которое вы возглавляете. То есть, должна быть какая-то кооперация, условно говоря, всей авиационной промышленности, не говоря уже о усилиях политических руководств страны. Вот такого рода кооперация существует? Чувствуете ее? Я так скажу, что по большому счету практически все предприятия, авиационные предприятия Украины, они вошли в подчинение от недавнего времени в госконцерну «Укробромпром». Действительно, мы проводим регулярные совещания. Мы очень тесно работаем с господином Богуслаевым, с предприятием «Матроссич». И мы пытаемся реализовать совместные программы. Также на территории нашего предприятия находится частное предприятие «Пауфет». Также находится еще один участник госконцерна – Харьковское агрегатное конструкторское бюро. Благодаря, по большому счету, исключительно объединению данных усилий, практически со всеми предприятиями данной отрасли Украины, действительно мы имеем перспективу выхода. Вопрос внутреннего спроса. Я понимаю, что, конечно, валютная выручка для государства важна, и выход на внешние рынки, безусловно, это одна из важнейших задач для любого предприятия, тем более для предприятия, которое вы возглавляете наверняка. Но, тем не менее, вопрос внутреннего спроса. Я понимаю, опять же, продукция достаточно специфическая. Страна находится в весьма суровом экономическом состоянии. Однако, все-таки вопрос внутреннего спроса на вашу продукцию. Я так скажу, его практически за последнее время и не было. В любом случае, производя агрегат, для нас это готовый продукт, для кого-то это комплектующие. И в результате, когда образуются уже готовые изделия, оно в любом случае уходит на экспорт. В большинстве случаев. Сегодня внутреннего спроса практически нет на наши агрегаты. То есть, если мы говорим, к примеру, приприятие, как Моторсечь, оно закупает продукцию. Основная продукция – это топливо распределяющая аппаратура. Они комплектуют двигатель. Двигатель, естественно, является уже готовым продуктом, который они реализовывают на экспорт. То есть, так или иначе, мы в любом случае сориентированы на экспортный рынок. То есть, никаких вариантов по содействию со стороны правительства, формирования какого-то пакета заказов быть не может? Я так скажу, это может быть, когда будет серьезная программа в части авиастроения, как готового продукта – самолет. Сегодня есть перспективный самолет, который производится в государственном предприятии Монтонова. Это Ан-178. Выделен достаточно объем средств для того, чтобы он представлял… Его можно было представлять на международных выставках. Он производит достаточно… Привлекает достаточно объем внимания со стороны заказчиков. Я в курсе, что у них уже формируется достаточно серьезный портфель заказов. Вот недавно мы общались, собирались вместе с нашими инженерно-техническими специалистами, и уже более 100 единиц агрегатов, которые производит государственное предприятие ФЭД, будет комплектоваться… Точнее, этот самолет будет комплектоваться более чем 100 агрегатами нашего производства. Но это не мало. Поэтому для нас, я так скажу, для нас это, конечно же… Но я говорю сегодня. Сегодня есть 2000 человек у нас на предприятии, и мы их должны кормить, мы должны платить заработную плату вовремя. И на мне эта ответственность лично лежит. Поэтому сегодня мы ориентируемся на экспортный рынок, завтра будет реализована государственная программа. Мы, конечно же, переориентируемся, и это не значит, что мы будем на нее перестраиваться. Она будет, мы сразу же начнем с ней работать. Но будет параллельно вместе с… Абсолютно верно. Это будут дополнительные средства. Работа на внешние рынки – это, насколько я опять же понимаю, непременное условие такой работы. Это абсолютно полное соответствие с стандартом, который на этом рынке существует. Особенно, опять же, на столь высокотехнологичном. И в этой связи возникает резонный, на мой взгляд, вопрос, который так или иначе затрагивает все руководители крупных предприятий. Это вопрос подготовки квалифицированных кадров. Вообще вопрос наличия квалифицированных кадров. Если ситуация с менеджментом, условно говоря, представить себе можно, я думаю, что готовят достаточно нормальных подготовленных специалистов наши вузы, то вот что касается профессиональной, именно технической подготовки, средней специальной, то, что раньше называлось ПТУ профильное, это звено, которое практически полностью за последние лет 10 утрачено, на мой взгляд, должно создавать дефицит квалифицированных кадров. Он есть, он чувствуется? Я так скажу, в принципе, сегодня у нас действительно есть, не буду врать, у нас есть, но это небольшой дефицит кадров. Для того, чтобы привлечь кадры, прежде всего, нужно создать нормальное, достойное рабочее место. Что такое современное рабочее место? Это новые станки, новое оборудование, новая технология. К сожалению, предприятие немножко отстало в этом направлении. И сейчас, буквально в понедельник, я вылетаю, скажем так, буду посещать две страны Евросоюза, для того, чтобы заключить контракт на приобретение технологии и оборудования. Когда будет, что предложить и где разместить специалиста, поверьте, будут специалисты. Сегодня Харьков готовит хороших специалистов. И, к сожалению, просто тот человек, который получил надлежащее, хорошее качественное образование, он не смотрит, не осматривает площадку государственного предприятия, как для дальнейшей своей карьеры. Когда мы предложим современное рабочее место, поверьте, у нас и будут специалисты. Мы сегодня тесно работаем с Харьковским политехом, мы работаем с Харьковским авиационным университетом. У нас есть представительство их кафедр на территории предприятия, которые функционируют постоянно. Поэтому я думаю, что этот вопрос достаточно легко решаем при наличии организованного современного рабочего места. А вот есть ли какая-то система заказа со стороны предприятия? Понятно, что инженера, я надеюсь, в Харькове, в городе вузов, хорошего инженера найти можно. Можно его привлечь и заинтересовать. Условно говоря, слесаря, токаря или еще кого-то металлообработчика высокого уровня квалификации, пойди его, во-первых, найди. Если система заказа, есть ли возможность готовить самим под себя, под конкретное место, под станок, который привезли, условно говоря, готовить себе родного своего специалиста? Есть, конечно же, есть такая возможность. Сегодня для тех рабочих мест, которые у нас существуют, у нас работает эта программа. Она работает ритмично, все в порядке. Сегодня я также в своей конкурсной программе заявлял, что необходимо создать полноценную службу HR в нашем предприятии. Я думаю, что в ближайшее время это будет реализовано. Тем более всего как две недели как директор и по большому счету задач очень много. И это не самая основная задача сейчас на предприятии. К сожалению, потому что есть более важные задачи стратегические. Что касается подготовки кадров для современного оборудования, для этого есть специальные центры. К сожалению, большая часть этих центров это частные центры. Также я понимаю, что данным специалистам необходимо будет проходить обучение за рубежом непосредственно на тех предприятиях, которые производят данное оборудование. И это будет предусмотрено контрактами при их закупке. Иначе, к сожалению, не получится издавать этот проект. Давайте поговорим о проблемах, раз уж вы их вспомнили. Все-таки это проблема более высокого порядка и актуальности. Если это не секрет, я понимаю, что предприятие, относящееся к оборонной промышленности, далеко не всю информацию, мягко говоря, может предоставить. Но тем не менее, хотя бы в общих чертах, вот те главные проблемы, которые сейчас стоят перед предприятием. Ну, прежде всего, основное – это сырье и материалы. То есть мы очень сильно были зависимы от Российской Федерации. То есть это основное сырье и материалы для производства. Второе – это сбыт продукции, о котором мы уже говорили. Опять же, Российская Федерация, нужно перерейтироваться. То есть это импортабельное замещение и выход на иные рынки дальнего зарубежья. Что касается кадров, очень серьезный кадровый перекос на предприятии в части вспомогательных рабочих и общепроизводственных рабочих, которые мы сейчас устраняем. То есть по большому счету я всему рабочему коллективу объявляю, что просто приходить на работу и получать деньги уже не получится. Каждый должен понимать, что он делает для предприятия и сколько денег приносит его труд для предприятия. Когда он это поймет, он будет получать хорошую заработную плату, предприятие будет развиваться. Следующая проблема – это, конечно же, наше предприятие было в части пропитано коррупцией просто вдоль и поперек. Это действительно беда многих предприятий государственных, потому что очень много, каждый на своих местах все считает государственное, не мое, точнее, можно брать, ничейное. То есть мы эти стереотипы ломаем. И, скажем так, тех людей, которые не перестроились, мы с ними прощаемся. Это достаточно очень жестко. Что касается иных других проблем, я их не вижу, они как глобальными, серьезными. Я думаю, что мы перестроимся, мы реорганизуем правильное предприятие, будем двигаться дальше вперед. Еще одна из стратегических задач – это, конечно же, привести предприятие в соответствии к мировым стандартам. То есть это получить сертификаты мирового образца как поставщиков авиационного оборудования. Если мы к этому не придем, по большому счету, я не прогнозирую много времени для государственного предприятия ФЭД. А сколько понадобится времени для того, чтобы доказать соответствие такого рода стандартам? Там ведь достаточно серьезная процедура, насколько я понимаю. Абсолютно верно. Это начиная от кадров, заканчивая оборудованием, системой качества. Я так скажу, это среднесрочная перспектива. Я думаю, что мы уже за этот год сделали несколько серьезных шагов. Я думаю, что от полутора до двух лет мы сможем уже приблизиться максимально к этим стандартам. Вы знаете, что я для себя отметил, когда вы говорили о проблемах, вы не упомянули вопросы, связанные с выплатой заработной платы, с задолженностью, что в принципе характерно, к сожалению, для государственных предприятий в последнее время. Вопросы, связанные с коммунальными долгами и так далее. Вопросы, связанные, условно, с непрофильными активами. То есть государственные предприятия, советского образца, это огромная сеть каких-то там вспомогательных учреждений, которые в рыночное время, как правило, уже приходили в упадок. Вот как-то вы о них говорите. Этого нет или это не столь значимо? Я так скажу, это уже второй вопрос. Я специально умолчал, что мне его задали. Действительно, у нас проблем таких нет. Мы вовремя платим заработную плату, даже иногда раньше срока. Мы ко всем знаковым праздникам, событиям выплачиваем людям премии. Мы сохранили всю инфраструктуру. У нас мы ничего не распродаем. Недавно единственный был инцидент, это был, скажем так, невостребованный один объект недвижимости. По сути, это как 1973 года, как деревянное здание, общежитие у нас существовало. Мы, в принципе, хотели на месте этого возобновить, перестроить, построить современное здание, которое функционировало бы, возможно, или как общежитие, или как служебное жилье. Потому что у нас очень много приезжает специалистов, командированных к нам. Это серьезная статья затрат, и, может быть, благодаря тому, что у нас есть своя строительная бригада, можно было бы это реализовать. Как только мы обратили внимание, мы уже поняли, что мы совсем недавно, а совсем недавно, мы уже не собственники этого объекта. Появился незаконный захватчик, скажем так, и вот вчера мы в 12 ночи отстаивали этот объект, стоя на улице, я в том числе. Не совсем приятная процедура, поверьте мне. Сейчас ищем того субъекта, который посягнул на этот объект недвижимости. Потому что это прямое воровство в государственное предприятие, государственной собственности. Я считаю, что это абсолютно неправильно. Что касается иной инфраструктуры, у нас есть база отдыха, у нас есть детский пионерский лагерь, который мы сейчас отдали под программу Центра реабилитации солдат, вышедших из зоны АТО. У нас есть водогребная база, на которой тренируется молодежь. Она в рабочем состоянии. Да, абсолютно в рабочем состоянии. Я так скажу, она, конечно же, давно не перестраивалась, не реконструировалась. Но, тем не менее, она работает, функционирует, люди ходят на работу. И я не могу сказать, что это очень большая нагрузка, к счастью, пока для нашего предприятия. Тем более, социальную сферу мы не собираемся ликвидировать. Опять же, ФЭД – это завод, богатый традициями. Люди смотрят, это знак, это, я так скажу, когда это все функционирует, рабочий человек понимает, что это все в порядке у предприятия. Что он может поехать в привычное место для отдыха, что он может выехать в привычное место для культурно-массовых мероприятий. Поэтому я стараюсь, чтобы инфраструктура никуда от нас не отошла. Последний вопрос, с вашего позволения. В общем-то, он, наверное, самый легкий и вообще мало относящийся к работе как таковой. Но, тем не менее, опять же, живем в тех реалиях, в которых нам бы положить. Вопрос, связанный с декоммунизацией, ФЭД, но это откровенно совершенно понятно, отсылка к кому. Как относится коллектив к этому? Будет ли вообще, в принципе, ожидается ли переименование предприятия или что-то в этом роде? Я так скажу, ФЭД сегодня, давайте его не ассоциировать. Я, конечно, за декоммунизацию абсолютно полностью поддерживаю. Я современный человек, я человек новой команды. Но есть маленький нюанс. ФЭД – это бренд, к которому мы уже привыкли, который знают на мировом рынке. Давайте не будем раскрывать его аббревиатуру, мое предложение. Поэтому у нас есть просто бренд ФЭД, ни больше, ни меньше. Что касается памятников, которые находятся на территории, в том числе и за территорией в некоторых наших местах, я думаю, что мы этот вопрос решим. Мы закон чтим. Поэтому нигде, ни на визитных карточках, ни на бланках, нигде мы… Есть ФЭД, все. Есть ФЭД и будет ФЭД. 90 лет практически. Александр, спасибо вам большое, что вы были сегодня гостем в нашей студии. Я знаю, у вас достаточно плотный рабочий график, но назначенный директор. Вдвойное спасибо, что выкрыли для нас эти 25 минут. Спасибо, что смотрели нас сегодня на этом. Все, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин